КБ «Стрелка» участвует в развитии комфортной городской среды. Я хотел бы задать вопрос Алексею Михайловичу Муратову. Что вы думаете, то есть какие существуют решения, на ваш взгляд, чтобы вы могли предложить какие-то решения по строительству, дизайну, может быть, даже финансированию частично, да? Что ваше архитектурное бюро уже какими-то... Консалтинговое бюро, да, а не архитектурное. Спасибо большое за вопрос. Тезисно, да. Первый тезис, что на самом деле мы довольно давно уже работаем на Дальнем Востоке, и по нашему опыту должны сказать, что Дальний Восток станет конкурентоспособным за людей, только если здесь будут применяться самые современные, самые качественные, самые лучшие решения, причем применяться в массовом объеме. Второе. Теперь жилье и комфортная среда. Разделим жилье. С жильем, мне кажется, перспективы хорошие, потому что, в общем-то, фактически создан весь необходимый инструментарий для того, чтобы действительно реализовывать качественные проекты. Вот Александр Альберч сказал про то, как действительно развивается ипотека, вы говорили про 9,7%, я вам могу сказать, что, по крайней мере, в Москве уже 8,5-8,7% и действительно люди активно сейчас берут эти ипотеки. То есть механизм стимулирования спроса существует. Мы с АИЖК при поддержке Минстрой сейчас разрабатываем, уже фактически закончили разработку стандарта комплексного развития территории. Это документ, который как раз позволяет комплексно проектировать и строить современное, комфортное, отвечающее последним международным требованиям, жилье. И в развитии этого документа Минстрой сейчас обсуждает и будет принимать приказ о критериях отнесения жилья к категории стандартного. Действительно, там очень много улучшений по сравнению с тем, что мы называли эконом-класс, начиная от высоты потолка и заканчивая ориентацией квартир. Так вот, я думаю, что самым простым способом повышения качества жилищного строительства на Дальнем Востоке это было бы, с одной стороны, установление какого-то KPI в нацпроекте по количеству стандартного жилья, которое должно возводиться в регионе. Может быть, вообще 100% жилья на Дальнем Востоке должно отвечать этим стандартам. И второе, привязка, так сказать, механизмов госстимулирования именно к проектам стандартного жилья, более активная эта увязка. То есть тут никаких, мне кажется, проблем и сложностей нет. Гораздо больше сложностей, на наш взгляд, с комфортной городской средой. Вот мы сейчас довольно активно работаем над мастер-планом города Свободного. Это город президентского внимания в Амурской области, где строится крупнейший газохимический кластер в России. И вот спасибо Александру Альбертовичу, который инициировал эту работу. И вот здесь Дмитрий Дмитриевич Ситенькин, советник министра по развитию Дальнего Востока, присутствует, который активно участвует в этой работе. Ну и вот пример Свободного показывает, насколько тяжелая ситуация вообще с городской средой. Города Дальнего Востока, в тех городах, которые претендуют на то, чтобы стать наиболее сильным магнитом человеческого капитала в стране. Вот я просто могу некоторые цифры огласить. Вот Свободный хочет привлечь 12,5 тысяч квалифицированных, так сказать, кадров со всей России. 12,5 тысяч. При этом в год этот город на благоустройство тратит 15 миллионов рублей. Ситуация в городе такая, что только 6% улиц и дорог имеют тротуары. 27% улиц и дорог имеют асфальтированное покрытие. Ливневой канализации 9% оборудовано, так сказать, улицы и дорог. То есть город заливает просто регулярно. Мы посчитали, требуется для того, чтобы привести в нормальное состояние городскую среду свободного 9 миллиардов рублей. В долгосрочном плане комплексного социально-экономического развития свободного 300 миллионов заложено. Мы, так сказать, с коллегами из Амурской области, из муниципалитет, с консультантами посчитали, ну в среднем 3 миллиарда можно покрыть из всех бюджетных и вне бюджетных источников. Дефицит 6 миллиардов. То есть дефицит в 2 раза покрывает просто необходимость жизненную. Что делать? И это только один малый город на Дальнем Востоке. Что делать? Вообще-то, на самом деле, рецептов нет. Их надо обсуждать, очень серьезно думать. Но, по крайней мере, то, что лежит на поверхности. Во-первых, надо повышать эффективность мероприятий. Прежде всего, надо синхронизировать. Синхронизировать это что значит? Это, например, синхронизировать проекты развития линейной инфраструктуры. Прежде всего, например, инфраструктуры теплоснабжения, которые могут привлечь частные деньги с проектами благоустройства. Повышать то, что в стратегии жилищной сферы, которую Дом РФ разрабатывал. Повышать механизмы интенсивного, компактного развития застроенных территорий. Смотреть, каким образом, например, при утверждении федерального закона по реновации, учитывать, когда вы развиваете застроенные территории, учитывать фактор благоустройства, чтобы не только, так сказать, внутриквартальные территории благоустроились, но и улицы в ходе этих проектов. Это очень важно учесть в федеральном проекте реновации. Дальше. Использовать новые механизмы. Я думаю, что тут мы как раз можем международный опыт использовать так называемые проекты BID, Business Improvement District. Можно это назвать, так сказать, территорией городского развития или территорией развития городского бизнеса, когда совместно бизнес вместе с муниципальной властью образовывает некие SPV и реализует проекты комплексной ревитализации, включая благоустройство. Также необходима, на самом деле, как всегда в отсутствии ресурсов, приоритизация проектов. И тут, может быть, я такую крамольную фразу скажу, Андрей Владимирович, со мной может и не согласиться. Я бы, честно говоря, вообще запретил на Дальнем Востоке направлять средства федеральной субсидии на благоустройство дворов. Если города хотят благоустроить дворы, будут благоустроить свои деньги, тут надо прежде всего направлять деньги на те общественные пространства, которые способны мультипликативный эффект оказать. Прежде всего для городской экономики и социальной жизни. То есть находить именно эти пространства, главные улицы, главные площади, парки, которые можно отдать в концессию, и начинать процессы благоустройства с них. Ну и последнее про повышение уровня профессиональной осведомленности и вообще уровня компетенции. На самом деле, действительно, тут по дворам надо согласиться, что жители часто голосуют за дворы. Если мы начинаем слушать жителей, многие голосуют за дворы. Но важно повышать осведомленность жителей в процессах повышения качества среды, чтобы жители не только голосовали, но и знали вообще, что такое хорошо и что такое плохо. И тут, конечно, у Минстроя, в частности, большое поле для деятельности. С точки зрения повышения профессиональных компетенций, я благодарен Александру Альберчу, что он упомянул программу «Архитекторы РФ». 100 участников офлайн, 4 из Дальнего Востока. Можно сказать, что это мало, а можно сказать, что это очень много. Но на самом деле такие программы, особенно на Дальнем Востоке, должны, конечно, локализоваться. И региональные какие-то инициативы типа «Архитекторов РФ в Дальний Восток» нужно делать. Потому что, опять же, по нашей, в общем, знакомой, хорошо и любимой Амурской области, можно сказать, что где-то 4 десятка архитекторов во всем регионе работают. Причем в муниципальных образованиях нет, включая региональную столицу, нет ни одного главного архитектора с дипломом соответствующим. То есть, по-моему, Благовещенский – это военный инженер, например, свободным землеустроителем. Поэтому, в общем, проблем много, и надо какие-то придумывать нестандартные ходы, особенно в плане ликвидации вот этого дефицита средств по совершенствованию городской среды, потому что частное, конечно, финансирование, в отличие от жилого, там очень ограничено. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Михайлович.